к ответу. И вот спустя многие годы после того, как конфликт с Новосибирской энерго был урегулирован, то есть между РАО и СРСИИ и Новосибирской энерго, мы постарались этот кейс обобщить. В рамках сегодняшнего занятия его полноценно разыграть сложно. Я только могу заметить, что Третьейский суд помогает сгладить сильный дисбаланс, когда имеются труднодоказуемые обстоятельства, как, например, выигрыш в ряде судов Московской области в течение определенного срока не проиграть вопрос, связанный с атакой РАО и СРСИИ против регионального производителя электроэнергии, Новосибирской энерго. Здесь переговоры зашли в тупик. И поскольку с одной стороны участвовал очень сильный игрок, а с другой стороны слабый игрок, как вы видите, вот этот переговорный дисбаланс мешал нормальному продолжению взаимоотношений. Но после того, как было проведено Третьейское разбирательство и достигнуто мировое соглашение по условиям предоставления отступного в виде графика платежей, рассрочки платежей, затем этот график платежей был дважды нарушен, а по условиям этого мирового в случае двукратного нарушения агент, слабая сторона по договору, вправе взыскать всю сумму досрочно, включая проценты, что и было сделано. Полученный испанциалист уже в арбитражном суде. Поэтому часто Третьейский суд позволяет сгладить переговорный дисбаланс. Переговорный дисбаланс по-прежнему будет оставаться во многих отношениях, как, например, сейчас в банковской сфере. Я думаю, что и вы сами можете привести ряд других сфер, где сторона обладает очень разными переговорными весовыми категориями, что мешает продолжению переговоров. Так вот, обращение в Третьейский суд помогает часто возобновить переговоры и отыскать решения. Что касается последней части, эта презентация также выложена на нашем сайте, мировое соглашение в коммерческом споре. Я его обзорно просто вам продемонстрирую. Хотел подчеркнуть, у нас сейчас возможно заключение мирового соглашения с использованием средств усиленной квалифицированной электронной подписи. В этом случае стороны могут самостоятельно предоставить проекты мирового. Одна и та же редакция, которая подписана с одной стороны ИСЦОМ, с другой стороны ответчиком по достижению соглашений с использованием средств коммуникаторов. Вот здесь проект мирового, который является фактически расчетным способом. Расчетное дело, это по выражению медиатора из Белоруссии Лилии Власовой, это дело, где стороны пытаются выработать соглашение о рассрочке долга. Как вы видите, здесь предоставлен график рассрочки платежей, остаток долга, период рассрочки и проценты. Дальше, после того, как происходит обращение в систему Мой Арбитр, а я думаю, что вы путем самостоятельных проб и ошибок сделаете такое обращение, если раньше не обращались до того. Как вы видите, на этой табличке, если увеличить масштаб, поступило вариант об утверждении мирового соглашения как с той, так и с другой стороны. Кроме того, обычно на финальном стадии поступает заявление об уменьшении размера исковых требований с целью минимизации госпошлины и минимизации расходов на связи с регулированием конфликта. Наконец, само мировое соглашение, заключенное в суде, имеет преимущество в том, что возвращается до принятия решения по делу заключенное.